Ростов сегодня это большая пресс-конференция губернатора, где он ответил на вопросы по строительству трамвайной сети, качеству дорог федеральных и городских, КВН и многому другому. Это приговор украинки за шпионаж, еще один приговор уже россиянки за дискредитацию армии и призывы к терроризму и тушение сильного пожара в нежилом трехэтажном строении. А также клятвы вступающих в юнармию школьников. Ростов сегодня это разгромная победа футбольного Ростова над Спартаком, резко приближающая к нашему клубу зимний кубок РПЛ. А еще это выставка к столетию разведчика, сорвавшего покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. И дожди при стихшем ветре за окном. На Первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня». Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ростовский скоростной трамвай, водный пассажирский транспорт, ремонт дорог, ликвидация подтоплений, производство беспилотников. Обо всем этом говорил сегодня губернатор на большой пресс-конференции. Это и подведение итогов 2023 года, и обрисовка планов на 2024 и дальше. Первым вопросом губернатора на его пресс-конференции по итогам 2023 от Первого Ростовского стал новый ростовский трамвай. Модернизации этого транспорта действительно ждут горожане из-за расширения сети и особенно из-за обещания сделать его скоростным. Этот проект Василий Голубев называет очень сложным технически, ведь нельзя пуском рельсового транспорта остановить автомобильное движение. А по затратам он дороже аэропорта. Для повышения скорости трамваев рассматривается, естественно, отделение рельсов от автомобильных дорог. Конкретные места пока не называют, но по проспекту Стачки предположение уже есть. Если говорить о Стачке, то мы ничего не сделаем, кроме того, что там надо будет строить мост. С правой стороны, если ехать в центр, с правой стороны должен появиться мост. Возможно, мост только для трамвая. А в некоторых местах для трамваев нужны выделенные линии. У нас есть ситуации, когда на определенных пересечениях дорог в центральную дорогу входят 3-4 дороги. Если представить, что там пройдет трехсекционный трамвай, имеющий приоритетное право движения, все остальные остановятся. Последний раз на совместном совещании в январе услышал тему, связанную с созданием и возможностью использования эстакад, которые, может быть, уведут трамваи с дорожного полотна. Говоря об этом, губернатор рассказал журналистам, как друзьям, интересную историю. Интересная история в том, что у нас есть участки дорог, по которым проходит или будет проходить трамвай, или будет проходить, вернее, потому что новая часть. И требуется полная замена всех коммуникаций. Полная замена всех коммуникаций. А есть места, где невозможно разъехаться. То есть, грубо говоря, стоят многоэтажные дома, и никакой выделенной линии здесь делать нельзя. Привел Василий Голубев и пример неудачного предложения по прокладке рельсов, явно не скоростного. Одно из предложений какое-то время назад было, ну, оно уже ему отказано, этому предложению, там, пустить по стачке. Ну, посмотрите, да, мы только-только чуть-чуть изменили на стачке ситуацию, и там всегда много машин. И вдруг посередине пойдет трамвай. В прошлом году, кстати, подрядчик задачи не выполнил, но обещает наверстать. Еще один вопрос от нашего телеканала о новом заводе в Ростое по выпуску беспилотников. Когда он начнет работать? Надеюсь, что в этом году. Надеюсь, что в этом году будет продукция этого производства уже выпущена. По крайней мере, там так сейчас, знаю, что будет создано 250 новых рабочих мест. Вот. Ну, собственно говоря, пока мы видим такую перспективу по этому производству, помогаем им. Вполне логично, что много вопросов было по безобразному состоянию дорог, в том числе в Ростове. Ну, я разделяю мнение ростовчан, что дороги у нас сегодня плохие. Я разделяю мнение ростовчан, что, особенно в последний период, мы увидели такое резкое изменение. По словам губернатора, область добавила своей столице целый миллиард рублей на ремонт проезжей части. И еще добавят. Так что сейчас навести порядок нужно максимально быстро. Так сложилось. Ну, я вот сегодня, час назад дал телеграмму всем главам муниципальных образований принять дополнительные меры по ликвидации ямочности с учетом сложившихся погодных условий. У нас неделя теплая есть. У нас реально есть теплая неделя. Можно попробовать успеть. Это касается, кстати, и работ на проблемных участках М4. Вопрос о пробке на трассе в районе Аюты. Одна полоса ремонтируется, другая едет, а потом наоборот. Не очень давно я там пробил сразу два колеса. Прямо ровно в этом месте, пересекая мост, два колеса одновременно. Ну, мы тогда ехали, конечно, немедленно, но и не быстро. Там быстро особо не разгонишься в этой части. Ну, и некоторый задал вопрос, слушайте, вот если я разбью колес, что происходит с людьми, которые там днюют, ночуют часами. Поэтому я к М4 по-прежнему возвращаюсь основательно. Что требуется на этой дороге? Если говорить об основательном решении, требуется реконструкция. Еще один проблемный вопрос по подтоплениям в части Ростова и поселках соседних районов. Примерно месяц назад введены суточные доклады по каждому из случаев подтопления. Вот у меня на первом месте в сегодняшнем докладе на столе лежал Товераж, например. Там каждый день выкачивают 600 кубометров воды. Качают, 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 ну, на основу приходят. Вводить режим ЧС по области сейчас не планируется. Но еще более непростой ситуация может стать весной, когда аномальный снег в Подмосковье может прийти к нам большой водой в начале мая. И к этому надо быть готовым. Пресс-конференция губернатора шла три часа. За это время задано 54 вопроса, в том числе личных. Один из таких – «Есть ли смех в вашей жизни?» Губернатор ответил, что юмор любят, всегда используют, когда нужно. И вспомнил, как болел за ростовскую команду КВН в финале в Москве. Юмора было много. Мы победили, потому что мы умеем шутить. И это было очевидно. Да, и когда мы сидели там, то все, кто сидел рядом, и Пелагея передо мной, и Эрнст, и еще кто-то здесь, Светаков, кажется, с этой стороны сидел. Они так после очередного юмора, так все время, некоторые поворачивали. Пелагея была сложная, она сидела спиной. А тем просто повернуть голову. Было видно, что после двух первых соревнований они по шуткам победили. Напомню, ростовский флеш-рояль стал победителем высшей лиги КВН 2023 года. И поддержка команды будет продолжена. Мария Индрикова, Дагир Фатахов, Первый ростовский. Десять лет колонии общего режима получила гражданка Украины за шпионаж. Сотрудниками ФСБ установлено, что Ольга Максимец приехала в Ростовскую область, позвонила сотруднице СБУ и пообещала сообщать о местоположении воинских подразделений, передвижениях техники и личного состава российской армии. После чего фиксировала и передавала СБУ данные о расположении средств ПВО и перемещении военной техники, за что и была задержана. Ростовский областной суд признал ее виновной по 276 статье Уголовного кодекса «Шпионаж». И, кстати, вину свою подсудимая полностью признала. 550 тысяч рублей штрафа должна будет заплатить гражданка России Оксана Бойко за фейки о российской армии и оправдание терроризма. Такой приговор вынес Южный окружной военный суд. Информацию, дискредитирующую вооруженные силы Российской Федерации, Бойко разместила у себя в соцсетях весной 2022 года, находясь в Запорожской области. В то же время репостнула себе на страницу от другого пользователя публичный призыв на украинском языке к террористической деятельности – ударить силами ВСУ по Керченскому мосту. Прокурор просил назначить Бойко три года принудительных работ и 400 тысяч рублей штрафа, но судья предпочел ограничиться только штрафом, но большего размера. Сообщение с видео о якобы задержании сотрудниками ФСБ подозреваемого в утечке информации с химкомбината в Каменске появилось в местных телеграм-каналах. В нем говорится, что работник предприятия подключил к рабочему компьютеру флешку со спецпрограммой, и все документы с него утекли на китайский сервер. В Донском управлении ФСБ эту информацию опровергли и назвали фейком. На кадрах видны откровенные ляпы, указывающие на подделку. У лжесотрудника органов госбезопасности нет экипировки с аббревиатурой ФСБ на спине. А видео смонтировано со значком в левом нижнем углу, который на самом деле никогда не используется в официальных видеоматериалах, подготовленных пресс-службой управления. Крупный пожар тушили сегодня ночью в Азове. В половине восьмого вечера пожарных вызвали на улицу Победы, 11. Там горело трехэтажное бесхозное здание. Огонь быстро распространился на 400 квадратных метров площади и возникла угроза перехода на соседние здания. Отдали средства тушения на тушение неэксплуатированного здания и защиту соседнего здания. На месте пожара работают 8 единиц техники и 46 человек личного состава. Ближе к 10 вечера пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а вот проливать конструкции пришлось до половины второго ночи. Полную ликвидацию объявили только в час 20. Пострадавших нет. Шаги по повышению престижа профессии педагога предприняли за круглым столом в Ростове. Именно так звучала тема встречи. В 60-й школе собрались депутаты, общественники, представители системы образования. Их целью было выработать рекомендации для облегчения работы учителей и недопущения их травли со стороны учеников и родителей. Вопрос престижа профессии педагог актуален и на федеральном уровне, и на региональном. И за этим круглым столом обсуждают, какие шаги нужно предпринять для его повышения. В прошлом году принят закон о статусе педагога, определяющий, что все участники образовательного процесса должны быть равны в правах. Мы, наверное, впервые законодательно защитили честь и достоинство учителя. Это то, чего не было по отношению к учителю, и у нас защищен был в большей степени ученик. Даже появилось такое понятие, как ученикоцентричность образования, когда мы слушали, потакали, когда выполняли все прихоти и родителей, и детей. На самом деле, все участники образовательного процесса должны быть равны в своих правах, и именно об этом закон. Чтобы защитить учителя, запретили использовать телефоны на уроках не по назначению. Дети не могут в это время, например, снимать видео и выкладывать его в соцсети. А еще в систему образования вернули одно понятие – воспитание, и убрали другое – услуги. Все-таки учитель, педагог – это миссия. И на плечи учителя ложится, кроме передачи знаний будущим поколениям, очень важная миссия – передать ценности наши, российские, традиционные, духовно-нравственные ценности, которые присущи нашим российским гражданам и детям. Нам не нужно 100 миллионов химиков и 100 миллионов физиков. России нужны 100 миллионов граждан. А еще в Ростовской области работают над законом о молодых специалистах. Он будет направлен на решение острых кадровых вопросов в образовании и медицине. Мы очень заинтересованы к тому, чтобы наши коллективы и образовательные, и здравоохранение не только не испытывали в принципе кадровый дефицит, но и преодолеть, хотелось бы, тенденцию старения и привлечь молодых специалистов, если применительно к образованию, то молодых учителей. Получив педагогическое образование, далеко не все молодые специалисты идут работать в школы. И тому есть три основные причины. Первая – это, конечно же, довольно скромная заработная плата. Но недалеко от нее стоит другая проблема, которую озвучивают педагоги – это высокая нагрузка, в том числе не учебная, а бюрократическая нагрузка. Дополнительные какие-то отчеты, бесконечные документы. И третья причина – конфликты с детьми и родителями. Исходя из всего этого, в декабре президент дал поручение регламентировать обязанности и нагрузку педагогов и выработать правовые механизмы защиты их чести, достоинства и репутации. Для того, чтобы был престиж, надо работать. Мы работаем и самое главное, мы показываем детям о том, что сама работа на данном моменте, она престижна. И совместными усилиями престиж, он и повышается. Как раз таки вот такими школами, которыми запускаются, такими проектами, которые в самой школе реализуются. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы дети также отвечали взаимностью и оставались потом работать в школе. И у них было желание со своими наставниками, со своими учителями давать нам что-то новое, новые проекты, новые направления. Ростовская область разработает свои предложения по повышению престижа профессии педагог и передаст их на рассмотрение президента. Инна Билан, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Проект «ИнформУИК» скоро стартует в Ростовской области. Его цель – адресное информирование граждан о выборах президента России. 17 февраля 10 тысяч членов участковых избирательных комиссий начнут по квартирной, по домовой обходы избирателей. Наших обходчиков легко будет узнать по накидке, на которой будет надпись «ИнформУИК». Естественно, у каждого есть удостоверение члена участковой комиссии, бейдж. Обходчики расскажут о дате и времени выборов, кандидатах, адресах участков, формах голосования и так далее. А сейчас они проходят обучение, изучают специальное мобильное приложение, осваивают навыки коммуникации. У всех предыдущих выборов количество нарушений все меньше и меньше. И, конечно же, это не случайно, это результат обучения члена участковой комиссии. И, собственно говоря, даже те нарушения, которые и, возможно, были сделаны, я уверен, они случились не из-за злонамеренности. И они такие же, как и мы, учителя, врачи, работники соцсферы, бюджетники. Они ответственные люди, честные люди, добропорядочные люди. И если и были какие-то допущенные моменты, то, скорее всего, незнание или недопонимание. И основная задача заключается в том, чтобы научить их не допустить того, чтобы где-то кто-то оступился. Кроме того, мы говорим о клиентоцентричности. Избиратели находятся в центре избирательной системы. И очень важно, чтобы члены участковых комиссий умели грамотно общаться, обладали навыками коммуникации. Продлится адресное информирование избирателей «ИнформУИК» до 7 марта. Определить инсульт за считанные минуты, а нарушение кровотока в головном мозге меньше, чем за полчаса. Такие возможности дает новое МРТ-оборудование, поступившее в БСМП по нацпроекту здравоохранения. Первым пациентам диагнозы уже поставлены. Сегодня наша съемочная группа увидела, как это работает. Диагностировать болезни на ранних этапах в отделении рентгенологии ростовской БСМП теперь могут точнее и быстрее благодаря новому МРТ-аппарату. Он появился в конце прошлого года по нацпроекту здравоохранения и с начала февраля запущен в работу. Аппарат мощностью 1,5 Тесла обладает широким спектром программ, которые позволяют нам выявить сосудистую патологию, обследовать пациентов с неврологическими симптомами, что является, пожалуй, первоочередной диагностической задачей в работе действующего в больнице скорой медицинской помощи сосудистого центра, предназначенного для борьбы с инфарктами и инсультами. Михаил Гончаров – один из первых пациентов БСМП, на себе ощутивший технологичность нового МРТ-аппарата. Причину боли и анемения конечностей врачи определили, диагноз поставили за 10 минут, назначили лечение. Промедление в этом случае могло привести к операции. Показалось две грыжи. Сейчас как бы нахожусь на лечении у докторов. Поставили меня неоперабельно, хотя, ну, я думал, хуже будет. Прохожу все процедуры, уже немножко легче стало. А оборудование вообще просто космос. Я такого, ну, ну, я просто не видел, первый раз прохожу. Очень хорошие врачи, очень хороший персонал. Я очень доволен. Я такого нигде не встречал. Диагностируют и другие серьезные проблемы. На выявлении асимметрии кровотока в полушариях мозга, например, рентгенологам теперь нужно меньше получаса. Определить инсульт они могут вообще за считанные минуты. А значит, раньше начать лечение, что важно в том числе и для пациентов с онкологической, костно-мышечной, сосудистой патологиями. Новый аппарат обладает гораздо более высоким разрешением, очень хорошими характеристиками. Самое главное, обладает теми программами, которых не было ранее. Благодаря этому аппарату и мастерству наших специалистов диагнозы будут более точные, более быстрые. Это имеет огромное значение при диагностике пациентов, заболеваниях пациентов с нарушениями мозгового кровообращения и сосудистой патологией. Обновление оборудования медучреждений по нацпроекту здравоохранения проходит по всей области. Мы в 2023 году приобрели 3800 единиц нового современного медицинского оборудования. В этом году наши планы намного больше. Мы покупаем почти 7000 единиц нового медицинского оборудования, в том числе и тяжелого, в том числе и для работы в круглосуточных стационарах и больницах скорой медицинской помощи. За год в сосудистый центр БСМП поступают около 3000 пациентов. И многим для постановки диагноза нужно сделать магнитно-резонансную томографию. Так что новый МРТ-аппарат будет востребован. Дмитрий Сумской, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Новый цех пошива одежды для участников специальной военной операции работает в Азове. Запустили его всего месяц назад, но десятки костюмов уже готовы и скоро отправятся на передовую. В небольшом цехе равномерно строчат швейные машинки, прокладывая ровные стежки на темно-зеленом полотне. Швеи вносят свой вклад в общее дело помощи бойцам СВО. Делаем с душой, чтобы им было комфортно, удобно. С любовью? Конечно, обязательно. Это уже шестой по счету цех Николая Архипова, где шьют военную экипировку. Небольшие ателье есть также в Ростове, Оксае, Батайске, Белой Калитве и Багаевской. Наладить работу помог опыт. Восемь лет предприниматель занимается пошивом одежды для охоты и рыбалки. Но с началом СВО решил расширить производство. Потому что качественной продукции сейчас нет. Одна китайская, которая на бойцах разваливается. И мы делаем качественную продукцию с качественной тканью. Девочки стараются, шьют умело. Продают все это по себестоимости, цена материалов плюс работа швей. Термобелье, спальники, тактические костюмы и рубашки. Каждую неделю мастерицы отшивают сотни единиц военной экипировки. Продумана каждая деталь. Костюмы ветровлагозащитные. Состав ткани 50% хлопок, 50% полиамид. И они с ИК-ремиссией. Это поглощает инфокрасные лучи. И тем самым будут приносить пользу бойцам. Спасая их от тепловизора, от оптики. Военным помогают многие донские предприятия, которые раньше производили только гражданскую продукцию. Выпускают одежду, обувь, бронежилеты и многое другое. Выпускают очень важную и востребованную продукцию, которая у нас идет на укрепление обороноспособности нашего государства. И поэтому для нас первостепенно поддержать такие предприятия. Малый бизнес для нас является драйвером экономики. А предприниматель Николай Архипов планирует и дальше расширять производство. Уже поданы документы на сертификацию креплений для протезов бедра, чтобы не закупать их за рубежом. Анна Туполева, Руслан Хамчев, 1-й, Ростовский. Всегда быть верным Отечеству и юноармейскому братству. Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, клянусь. Такие обещания дают новобранцы при вступлении в юноармию. Зачем это школьникам мы узнали на торжественной церемонии посвящения в Доме офицеров. Вступая в ряды юноармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Всегда быть верным своему Отечеству и юноармейскому братству. Клянусь. Клянусь. С этой клятвой, как говорят ее дающие, начинается служение Родине. В их полку теперь на 300 бойцов больше, а вообще в Ростове 11 тысяч юноармейцев. Сегодня во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение торжественно вступают школьники железнодорожного района. Третьи клашки классического лицея номер один в непривычных для юноармии цветах новой маскировочной формы, но ценности остаются прежними. Я вступила в юноармию, чтобы помогать ветеранам, чтобы участвовать в патриотических акциях и им делать вид на чуточку лучше. Любовь к Родине очень важно развивать у детей с маленького возраста, и мы в нашем лице активно этим занимаемся. Путешествия по нашей маленькой Родине, путешествия по нашей большой Родине, классные часы, походы, экскурсии, посещение музеев. А еще впереди у лицистов большая волонтерская работа и телемост знакомства со школой по братимам в Донецке. Теперь каждый из них орленок – это символ, пусть пока и младший, России и ее армии. Цвет брюк гармонирует с цветом рубашки. Красный цвет виден издалека, он такой, можно сказать, величественный цвет. Также очень красивые нашивки, эмблемы юноармии – орлы, потому что орел – очень сильная птица. Юноармия – это очень популярная молодежная организация. Для юноармии открыты многие дороги. Также юноармия занимается волонтерством, что очень полезно для нашей страны. К тому же это изучение истории, географии, работа по сохранению мемориалов, обелисков и вахта памятью вечного огня. Дарья Агаркова, Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Перворостовский. Иран проиграл Катару 2-3 и поборется только за бронзу Кубка Азии. Игрок Ростова Махеби вышел на второй тайм, но не забил. А вот Ростов в целом раззабивался. На зимнем Кубке РПЛ три гола чемпиону ОАЭ, теперь еще три московскому Спартаку. В стартовом составе на матч со Спартаком Валерий Карпин выставил двух новичков – Соко и Роналдо. Последний показал себя в дриблинге, но с передачей потом подкачал, а потом ударил выше ворот. Москвичи в начале игры были острее и обстучали наши штанги. Но на 39-й минуте их подвел вратарь. После его откровенного привоза Чернов отправил мяч в сетку издали. И практически тут же Камличенко на месте обыграл защитников и уложил мяч в угол 2-0. Уже до перерыва Уткина заменил Комаров и сыграл довольно остро. В первом тайме он опасно пробил мимо, а во втором приложился со штрафного. Голкипер вытащил. Зато Щетинин попал практически в девятку. Эффектно в исполнении и красиво на табло 3-0. Дальше пошли замены. Дебютировал третий новичок Аскалани. Поиграли молодые, но это уже было доигрывание. Вторая победа Ростова в турнире. И если учесть, что третий соперник Кайрат объективно самый слабый, наши шансы взять трофеи максимально велики. С казахстанским клубом сыграем в воскресенье. Выставка «Без права на славу». Во славу державы к столетию героя Советского Союза разведчика Геворка Вартаняна открыта в историческом парке «Россия. Моя история». Уже в 19 лет в 1943 он провел важнейшую операцию в Тегеране по срыву покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта. А после войны долгие годы работал вместе с женой по всему миру. Он из всех героев, которых не знали в лицо его имя, долгие годы было засекречено. Только в 2000 году служба внешней разведки раскрыла имя разведчика нелегала. Но до сих пор в его биографии остается очень много тайн. Однако в отношении места и даты рождения как раз полная ясность. Геворк Вартанян родился 17 февраля 1924 года в Ростове-на-Дону. Разведчик – самая непубличная профессия в мире. И до сих пор о жизни Геворка Вартаняна можно говорить только в пределах допустимого. Когда ему было 6, семья переехала в Иран. Отец был связан с советской внешней разведкой. А с 16 задание резидента стал выполнять и сын. Например, Агаянс будет называть его группу «Легкой кавалерии» несколько иронично, потому что они, в общем-то, вели разведку глазами и ушами, постоянно перемещались по территории Тегерана, по территории Ирана, в том числе и на велосипедах. Тем самым добывая ценные сведения. В 43-м Тегеран принял эпохальную конференцию с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля. Немецкое командование хотело воспользоваться ситуацией и устранить сразу трех глав государств противников. Но операция под названием «Длинный прыжок» была сорвана, во многом благодаря группе Вартаняна. 107-я ростовская школа уже 4 года носит имя легендарного разведчика. А в этом году, к 100-летию со дня его рождения, там установят бюст. Также на базе школы планируется открытие музейной экспозиции, посвященной Георгу Андреевичу, совместными усилиями поисково-исторического отряда школьников и родителей нашей школы. Мы находим экспонаты, фотографии, запрашиваем у различных структур. Планируется тоже к 100-летнему юбиле открытие этой экспозиции. Георг и Гуар поженились в Тегеране в 1946-м. С ним она пошла в разведку. И три луча этой звездочки принадлежат ей, говорил герой Советского Союза. Человек так долго смог находиться под прикрытием, ведя двойную какую-то жизнь, и не раскрыться, даже выжить и прожить дальше свою полноценную жизнь уже после службы. Они же проживали со своей женой в разных странах, то есть, получается, он знал много языков. Хачик Хутлубян – автор книги «Агент, переигравший Абвер», которая возвращает нас в Тегеран-43. К юбилею разведчика вышло новое издание книги. Я немного дополнил ее, и дополнили в том числе иллюстрациями, рассекреченными документами мне предоставили в разведке, в том числе и немецкие были документы. Сами по себе такой небольшой пакет, но он интересный. Эта книга как раз к столетию Георга Андреевича они успели и выпустили. До 1 марта будет работать эта выставка, где есть возможность узнать о судьбе разведчика и его жизни, которые по большей части так и остаются под грифом «совершенно секретно». Галина Белоусова, Владимир Савилов, Первый Ростовский. Стабильные плюс 9 на каждый день рисовали накануне синоптики в прогнозе до понедельника. Но сегодня свои предположения заметно разнообразили. В воскресенье удали целых 13 теплых градусов, а у пятницы пару забрали. Погодные цифры завтрашнего дня уточнит наш метеаккорд Дина Горбачева. Ростовчане, всем привет! Каков день, такова и весна. Так говорили про 8 февраля наши предки. Ясная и безветренная погода предвещала раннюю и теплую весну. Сегодня достаточно ветрено, но у нас до конца дня еще есть время понаблюдать за погодой и понять, что нас ждет в ближайшее время. О погоде на завтра я готова рассказать уже прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин об осадках. Дождь начнется сегодня вечером и будет поливать всю ночь. Возможно, даже в компании с мокрым снегом. Температура воздуха при этом опустится до всего 1 градуса тепла. А в пятницу на уличных термометрах плюс 7, хотя еще накануне синоптики обещали 9-10 градусов. Дождь продолжится, а вот ветер совсем сдаст позиции и будет дуть с юго-запада со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы – 749 мм артутного столба. Влажность дождевая – 88%. На этом я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. Таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. В студии были Алина Николаева, Рубен Данов. Всего доброго. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова